Добрый день, уважаемые пациенты! Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич, я врач нерволог-уролог. Сегодня мы обсудим сдачу анализов на ИППП. ИППП – это инфекция, передаваемая половым путем. Какие же правила перед сдачей анализов на ИППП вообще стоит соблюдать? Во-первых, перед сдачей анализов крови необходимо не есть много жирного. Других, в принципе, каких-то необходимых соблюдений мер не требуется. Почему? Потому что нас не интересует биохимия, не интересуют другие анализы, которые берут терапевты обычно. Для наших анализов достаточно просто, чтобы в крови много жира не плавало, чтобы она не свернулась, больше никаких необходимостей не нужно. Другое дело – мазочки. Различные мазки берутся на ИППП, и для их правильного изготовления, правильного забора необходимо, первое – не мочиться полтора-два часа. Второе – необходимо накануне не употреблять антибиотиков, противовирусных и других лекарств, желательно в течение недели. Третье – необходимо не вступать в половой контакт полтора-два дня минимально и более. Ну и, наконец, женщинам не рекомендуется подмываться в день забора анализов, не рекомендуется ставить какие-то свечи и прочее. Мужчинам, допустим, мермистин не рекомендуется использовать свой половой член, допустим, просто перед походом, дабы не смыть какие-то инфекции. Теперь какие анализы в основном берутся на ИППП? Кровь берется на ИПП, зарабатываются в ответ на сифилис, ВИЧ и гепатиты ВСФ, может браться на сами вирусы. Этот анализ более чувствительный, но более дорогой. И второе – это анализы мазочки. Какие мазочки берутся? Первое – берется мазочек вот таким одноразовым зондом на стекло. Там смотрится гоноре, трихомонадовое спаление. Берется мазочек ПЦР. Там смотрятся все инфекции, включая и те, которые нельзя посмотреть под микроскопом, то есть гоноре, трихомонаду можно, а, допустим, холомидию, мекоплазму, реоплазму нельзя. Так же, как и там можно посмотреть и неполовые инфекции, например, стафилококк, например, микобактерии туберкулеза и так далее. И, наконец, пассив на ИПВП делается для проверки чувствительности ИПВП-возбудителей к лекарствам. Он может делаться на ауриоплазму, мекоплазму, холомидию, горнерелука. При необходимости сдачи любого анализа на ИПВП, вы можете обращаться к генерологам нашего медицинского центра ПЛАТКВД. У нас имеется самый широкий спектр анализов на инфекции передовым половым путем, потому что мы сотрудничаем с пятью различными лабораториями. И безболезненная методика забора мозочка у мужчин. Ждем вас в нашей клинике при необходимости забора анализов на инфекции передовым половым путем. Спасибо за внимание.